Привет, меня зовут Вадим, и сегодня мы пытаемся сверстать две колонки с отступом между ними огромным количеством способов. Почему просто не взять и не сделать это единственным правильным способом, наверняка, какие-нибудь гриды и гэп посередине? Ну, в принципе, да, почему бы и нет, если у вас эти технологии, конечно, доступны в браузер, на который вы целитесь. Но еще бывают задачи на собеседовании, когда человеку говорят, сделай какую-нибудь задачу, и всеми возможными вариантами способов, которые ты вообще знаешь. Ну, во-первых, чтобы понять, что человек разбирается в этой технологии. Во-вторых, что он знает более чем один способ решения этой проблемы, потому что задачи бывают очень разные, и иногда приходится использовать один способ, а иногда он не подходит и нужен второй, а иногда третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый и так далее. Поэтому я решил взять очень простую задачу, буквально две колонки, и разобраться, сколько способов внутри CSS, и не только CSS, как вы увидите, есть, чтобы спозиционировать два элемента рядом. Разные есть правильные способы, более компромиссные и абсолютно неправильные. Я постарался сделать так, чтобы получилось две группы. Одни применимые на практике, другие абсолютно дикие, но все-таки решающую задачу. Начнем мы с первой группы, которая предполагает, что ее действительно можно использовать в продакшене, и это действительно универсальный способ. Две колонки, контент там может увеличиваться, колонки растут в высоту, все очень понятно. Также я расположил внутри первой группы технологии хронологические. То есть сначала мы начнем с самых-самых древних и закончим теми, которые появились сравнительно недавно. Давайте рассмотрим самый первый вариант, самый старый вариант, самый надежный вариант, что ли, не знаю, и заодно поймем, как выглядит наша задача. В общем, выглядеть все должно вот так. Слева блок новости, справа блок второй новости. Обе новости очень важные, про круги на полях и щенков, и леса, которые воруют у туристов камеру, и как это работает. Сверху расположены базовые стили. Я здесь описываю страницу, здесь у нас описаны сами карточки новостей, и самое интересное начинается здесь. Смотрите, у нас есть блок columns, и описаны все его части. Давайте посмотрим на разметку сначала. В разметке у нас есть буквально таблица, у нее есть строка, в ней две ячейки, и в каждой ячейке находится карточка новости. А так все происходит в этом простом блоке. Border Collapse Collapse, чтобы рамки склеивались. Если мы вдруг будем использовать, это такая уже привычка, скорее, чем какая-то суперпольза. Что еще? Padding Right и Padding Left, которые складываются вместе. Вот 120 пикселей. Ну и еще Vertical Align Top. Как вы думаете, зачем это нужно? А смотрите, если я его уберу, то эта ячейка выровняется по центру. Мы ведь находимся внутри таблицы, а там все именно так работает. Ну и, соответственно, каждая ячейка ширина 50%. К этим 50% добавляется padding, и прекрасно все работает. Таблицы, они очень все прощают, они классно рассчитывают ситуации, когда у вас ширина больше 100%. Ну, в общем, абсолютно железобетонный механизм. Способ номер один. Я сказал, что варианты из первой группы можно использовать в продакшене. Это так. И на самом деле таблицу до сих пор можно использовать. Ну, бывают ситуации, когда вам нужно сделать, не знаю, совместим с каким-нибудь, не знаю, Е6, 7, 9, или, допустим, вы делаете почтовую рассылку. Там таблицы до сих пор, мне кажется, встречаются. Перейдем ко второму способу. Он на флоутах. Как вы видите, таблицы флоута рендерятся одинаково, но есть нюансы в реализации. Что у нас находится в разметке? Тот же самый корневой блок колонки. Колонка первая, колонка вторая. Внутри карточки новостей. Ну, в общем, divy вместо таблиц. Ничего такого. Ну и что у нас? Float left, float right. Они флоутятся в разные стороны, чтобы они не вываливались из родительского блока, написано overflow hidden. Это такой так называемый клиринг флоутов. Ну и ширина конкретных колонок. Это 50% минус 10 пикселей. Да, я могу позволить себе использовать calc в 2021 году. Все довольно-таки просто. Способ номер два. Сейчас мы говорим про флоуты, дальше будем говорить про инлайновые блоки. И, в принципе, в исторической перспективе они не то чтобы шли по очереди, они находились примерно в одно и то же время. Но все-таки флоутами, мне кажется, я пользовался сразу после таблиц и только потом углубился в инлайн-блоки. Так что это моя личная хронология. Способ номер три. Инлайновые блоки. Рендеринг все так же идентичен. Давайте разбираться с подробностями. Что у нас в разметке? Ну, все очень просто. Колонки. Первая, вторая. Они никак дополнительно не размечены. Это потому что не нужно. Что здесь? У нас здесь есть блок columns и отдельный columns item. У нас каждый из них дисплей инлайн-блок. Ширина у них задана calc 50% минус 10 пикселей. Vertical line top. Если мы его уберем, то будет вот так вот. Ну, это инлайновые блоки все-таки. И еще интересно. Смотрите, здесь отступ между ними создан с помощью вордспейсинга. Если я его сейчас уберу, они встанут рядом. А тут между двумя словами в инлайновой строке я добавил отступ. Ну и, соответственно, вордспейсинг я возвращаю внутри карточки новости. Иначе, если я его уберу, то получится между словами отступа отнаследуется внутрь. Нам это не нужно. Поэтому мы возвращаем его к нормалу. И получается все хорошо. То есть у нас в инлайновой строке два слова, и между ними отступ 20 пикселей. Очень даже неплохо. А фонсайз 0 здесь вот что делает. Видите? Без него не поместились бы эти 50% блоки. А так все нормально. Откуда там вообще пробелы? Зачем его нужно давать фонсайз 0? Ну, знаете, инлайн-блоки — это, в общем, отдельное развлечение. Есть очень хорошая книжка Ильи Стрельцина и Максима Усачева «Инлайновый контекст форматирования», изданная очень небольшим тиражом. И она мне досталась. Я чувствую себя абсолютно довольным. Ну, это уникальная книжка. Так вот, здесь описано все, что ребята знали тогда, на 2012, по-моему, год, про инлайновый контекст форматирования. Это все есть на сайте CSS Live. Так что читайте, смотрите, если вы хотите разобраться в инлайновых блоках получше. Следующий вариант. Мультиколонки. Результат по-прежнему идентичный. А что у нас здесь? Смотрите, все очень просто. Колонка, отдельные айтемы. И здесь мы говорим, что колонки две, а отступ между колонками 20 пикселей. И браузер сам рассчитывает ширину колонки, потому что мы здесь не указали второй параметр. Это сокращенное свойство columns. Ну, и дополнительно еще нужно было добавить breakInSightAvoid. Сейчас объясню, зачем. Смотрите, если breakInSight убрать, то получается вот что. Идет контент здесь, заканчивается и продолжается там. Я на самом деле сразу этого не заметил, потому что у меня текст в других новостях был идентичной длины. И я, когда попробовал его сделать подлиннее, заметил вот эту вот интересную особенность. Так что если работаете с мультиколонками, убедитесь, что это свойство запрещает каким-то блоком отдельным разваливаться по колонкам. Они переходят в новую колонку целиком. Мультиколонки вообще придумали для текста. У них есть много разных замечательных особенностей. У них там есть отступ, можно линию между ними нарисовать. И на самом деле карточки в них засовывать не всегда удобно. В браузерах есть баги с этим связанные, и не всегда вот эти вот брейки работают. Но все равно технология очень хорошая, идеально подходит для текста, но иногда может работать и для колонок. Ну и флексы. Уже пятый способ. Практически современная технология. Давайте посмотрим, как все устроено. В общем, как обычно, колонки отдельные, общий контейнер. Здесь у нас что написано? Display flex, column gap 20 пикселей и ширины отдельным флексовым элементом 50%. Все очень просто. Современный способ задать отступы между флекс-элементами, ну и обычный флекс. Гапы во флексах появились не так давно, поэтому давайте для лучшей кросс-браузерности я вам покажу очень немножко другой вариант. Сначала идем сюда и пишем тот самый calc. Так, и здесь мы получаем ширину 50%, минус 10 пикселей, и без column gap удаляем, сохраняем. Видите, ничего не получается. Но мы сейчас сделаем justify content, space between, и они раскидаются по разным частям нашей общей колонки, и это будет работать и в старых браузерах тоже. С флексами все понятно, но мне кажется, для таких вещей лучше подходят гриды. Самый современный, самый крутой способ, спецификация, который придумали для раскладок. Давайте посмотрим. Рендеринг, как обычно, идентичный флексам и всему остальному. Устройство тоже очень простое. Колонки, айтемы. И все помещается в одно правило. Мы даже про детей ничего не говорим. Display grid. Шаблон для колонок. Половина, половина. Ну и отступ между ними 20 пикселей. Элегантно, просто, очень удобно. На этом первая адекватная группа заканчивается. У нас есть шесть решений, которые позволяют поставить две колонки рядом и сделать между ними отступ 20 пикселей. Дальше идет неадекватная группа, которую я специально помечу красным фоном, и в ней мы будем рассматривать решения, которые фактически решают задачи, но имеют разные сложности. От кроссбраузерности до просто дикого кода. В первой группе было шесть решений, во второй будет пять решений. Я не считаю, что у этой задачи есть 11 решений. Я считаю, что у этой задачи есть 6 плюс 5 решений. 6 адекватных, 5 не очень адекватных. Так что давайте корректно описывать эту ситуацию. Первое решение во второй группе очень очевидное. Позиционирование. Смотрите, я специально сменил фоновый цвет на томейта, чтобы красный казался опасным. И давайте посмотрим, что мы здесь сделали. Ну, все очень-очень просто. Опять же, у родителя position relative, у детей position absolute, топ нулевой, ширина 50 минус 10, чтобы отступ был между ними. Ну и слева 0 или справа 0 в зависимости от колонки. Это решение неадекватно потому, что оно вырывает наши колонки из потока. То есть мы не можем поставить что-то под ними, чтобы оно учло их высоту. Это очень неудобно в вебе, где все построено на потоке. Вы поставили следующий блок, и он встал за предыдущими. Но это все ерунда. Позиционирование — обычная технология. Вот сейчас неадекватность потихонечку начнет повышаться. Итак, смотрим. Рендеринг идентичный. Основа та же самая. Какая разметка? Разметка та же самая. Самое интересное в CSS. Смотрите. У общего блока — columns. Режим письма — writing mode. Vertical — lr. То есть он идет вертикально слева направо. А внутри блоков я возвращаю writing mode в обычный горизонтальный top-to-bottom. Если я не буду их возвращать, посмотрите, что будет. Сохраняю. Видите? Я расположил блоки так, чтобы они шли не сверху вниз, а слева направо. А потом вернул их в правильное направление письма, и получилось вот так. То есть, по сути, они идут сверху вниз, просто в другом направлении, друг за другом. И margin-left — 20 пикселей. Абсолютная дичь, да? Но работает. Причем работает-то красиво, но проблема здесь точно такая же, как с абсолютным позиционированием. Блоки на самом деле вырываются из потока. То есть высота всей нашей вот этой конструкции, точнее, оборвляющей колонки, она в одну строку. Если что-то поставить под этими колонками, она тоже схлопнется и не будет учитывать их высоту. Но задача решена. Две колонки и отступ между ними. Окей. Дальше. Рендеринг. Идентичный. А что внутри? А внутри дичь совсем. Смотрите. SVG, класс columns, viewbox 800 на 400, призверт aspect ratio xmid ymin, сейчас объясню, что это значит. И у нас foreign object, внутри которого лежит html. Первая карточка, вторая карточка. Идентичный предыдущим примерам, но внутри SVG, в котором есть дополнительные блоки. Как это все работает? Ну, для начала, на обычный CSS. Здесь нет ничего, кроме совсем базового. У нас дисплей блок, ширина 100%, высота тоже. Чтобы высота 100% заработала, я еще сверху сделал модификацию. Я и для блока html, и для блока body указал высоту 100%, чтобы вложенные блоки тоже могли получить высоту 100%. И в итоге у меня, если посмотреть на инспектор, у меня колонка занимает всю высоту. И это на самом деле не колонка, это SVG-контейнер. Если бы я просто положил html-разметку внутрь SVG, получилось бы очень интересно. Давайте посмотрим. Закомментируем foreign object, сохраняем. Получается что-то очень странное. Видите, они все еще здесь. Здесь просто они вывалились и что-то потеряли по дороге. Давайте посмотрим. Дело в том, что внутри SVG нельзя класть html. Ну, нельзя и все. И когда мы положили туда его внутрь, мы его потеряли. Кроме вот этого тега, который оказался пустой, что происходит? Браузер совсем не хочет видеть html внутри SVG, поэтому он взял, выкинул содержимое первого тега, второй выкинул целиком. Ну, в общем, здесь абсолютное какое-то месиво происходит. И если сделать вот такую вот интересную вещь, взять и все это положить внутрь divа, то станет чуть понятнее. Видите, в этой ситуации браузер взял и выкинул весь div всего всем содержимым, а внутри SVG ничего не осталось. Именно для этого нам нужны foreign object, чтобы сказать браузеру, окей, это точно чужие объекты, буквально, foreign object. И, пожалуйста, отрендери их как можешь. Окей. Дальше у нас происходит viewbox. Мы говорим, что наш блок имеет viewbox 800 на 400, то есть, по сути, размеры. И preserved aspect ratio x, mid, y, min. Что это значит? Это значит, что позиционирование внутри этого блока будет посередине, по горизонтали, и позиционирование по вертикали будет начинаться с верхнего края. Зачем это нужно? Смотрите. Интересный спецэффект. Если мы уменьшим высоту нашего блока с контейнером, видите, наши блоки, html-ные, версточные, обычные, будут масштабироваться. Они останутся по центру, потому что я написал x, mid, и они останутся прилепленными к верху, потому что я написал y, min. А если бы я написал, например, y, max, они бы встали по низу нашего блока. В общем, разобраться с атрибутом viewbox и preserve aspect ratio с SVG бывает полезным, можно делать забавные, интересные спецэффекты. И, по сути, это у нас позиционирование, потому что я foreign object, то говорю ширина у тебя 390, высота 100%, координаты 0, 0 или 410, 0. Это абсолютное позиционирование, но внутри SVG. Так что это можно засчитать как отдельный способ. Я понимаю, что вы задаете себе вопрос, зачем, но зачем ты это все нам показываешь? Ну, кроме прочего, вы сегодня узнали, что есть такой foreign object, туда можно вставлять HTML-разметку. Если вам нужно будет соединить HTML и SVG в одном блоке, например, вы можете что-нибудь такое придумать. Но это все еще спортивный интерес, чтобы узнать по пути что-нибудь новенькое. Поэтому давайте продолжать, будет круче. Все решения, которые я показывал до сих пор, работают во всех браузерах. То есть это абсолютно кросс-браузерно. Следующее решение работает только в Firefox, но все равно я решил его показать. Собственно, поэтому оно и неадекватное. Уже десятое решение. Тоже неадекватное, как вы поняли, по фону. Смотрите, рендеринг идентичный. И что же у нас здесь? Здесь у нас очень похожая разметка. Ничего не поменялось. Columns, Columns, item. Кроме ID-шников. У нас у каждого блока новостей появился ID-шник. News first, news second. И что же происходит у нас здесь? Отдельные колонки я прячу. То есть сначала задаем ширину обычным образом. Calg 50% минус 10 пикселей. А дальше говорю ClipPath inset 50%. То есть я говорю, свернись, спрячься, заклипайся внутрь в ноль. А что же здесь отображается? А здесь отображается фоновая картинка. В Firefox работает функция element с префиксом mos, в которой можно указать блок в HTML, отрендеренный уже блок, который выведется фоновой картинкой. То есть смотрите, я говорю, у этого блока, ну для начала, не нужно ничего повторять. Говорю, что у него есть две фоновые картинки, через запятую перечисленные. Element 1, Element 2. Ну и дальше я их позиционирую, тоже через запятую. Первый будет слева сверху, второй будет справа сверху. И у меня получается фоновая картинка. Если я сейчас покажу наши эти элементы, которые берутся как основы для рендеринга, вы увидите, что они просто выстраиваются в колонку. И только их представление в виде фоновых картинок я уже и позиционирую. То есть я сейчас спозиционировал два блока в виде колонок с отступом 20 пикселей с помощью фоновых картинок, хотя это реальные блоки на странице. Их можно даже попробовать повыделять, но, как видите, работает не очень. Выделяется первый, но не выделяется второй. Ну и, как я вам сказал, в Chrome и Safari это просто не работает. Чем дальше мы продвигаемся по неадекватным способам, тем более странные способы получаются. Но в целом они более-менее современные. Следующий способ и последний, одиннадцатый, ну или пятый неадекватный, у нас будет очень-очень старый. Но он работает практически одинаково во всех браузерах, но это не значит, что его нужно использовать. Результат у нас, как обычно, идентичный. Все очень хорошо, абсолютно пиксел перфект. А вот разметка, правда, держитесь. Крутим и смотрим. Ух, вот это нам понадобилось, чтобы вывести эти две штуки вместе. Начнем с самого верху. На самом деле, CSS здесь минимум, потому что позиционируем мы здесь не на CSS. В общем, это у нас iFrame, который представляет из себя вот этот блок. У него стопроцентная высота, ширина тоже стопроцентная, потому что body у нас 800 пикселей. Внутри этого фрейма у нас лежит страница. Я вывел ее сюда с помощью data.uri, то есть инлайнного в атрибуте непосредственно содержимое выводится. Я написал data.txt.html, запятая, и начал выводить страницу. Как вы видите, мне пришлось здесь использовать одиночные кавычки, а дальше вообще без кавычек вы увидите. Просто чтобы не было конфликта, и браузер правильно смог это разобрать. Вообще, я удивился, что он смог это разобрать, так что давайте подивимся совместимости браузеров со самым диким кодом, который мы пишем. Так вот, внутри нашего фрейма прямо здесь же лежит документ. Ducktype.html, meta, все дела. Но вместо body здесь лежит frameset. Если вы не знаете, что такое frameset или frame, вы будете очень поражены. На самом деле, был раньше способ выводить на одну страницу много страниц в специальных ячейках, что-то вроде таблиц или что-то вроде современных приложений, и каждая из этих ячеек была отдельной страницей, и можно было перезагрузить одну ячейку, а другие не перезагружать. Это самая-самая ранняя идея single page, то есть единой страницы была. А потом, ну, конечно же, мы переключились на другие, потому что это было удобно. Но технология, несмотря на то, что она deprecated, то есть ее ни в коем случае нельзя использовать, она все еще работает. Продолжаем. Внутри framesета лежит frame, в котором лежит еще одна страница. И в этой странице у нас лежат стили. Здесь мы описываем первую карточку новостей, и, собственно, здесь ее выводим. Дальше у нас лежит второй frame, он пустой. Дальше у нас лежит третий frame, и в нем у нас вторая карточка про Камчатку и лесу. И здесь все то же самое, только там не нужен ни first news, ни second news. У нас внутри каждой карточки отдельным образом все покрашено. Здесь у нас заканчивается frame, frameset и iframe. Так вот, как я их позиционирую? Это вопрос. Смотрите, у нас здесь есть три фрейма. Раз, два, три. То есть, раз, два, три. Вот этот отступ между ними, это тоже frame. И я дал им ширины. Я сказал, 50%, 20 пикселей, 50%. Это я не только что придумал. Действительно, можно было внутри фреймсета описать колонки и их ширины. То есть, я, конечно, мог все не усложнять и сделать отдельные страницы. На отдельной странице была бы карточка, отдельной странице все это вместе бы вкладывалось. Но это не была бы цельная демка. Поэтому я немножко усложнил все с датой текста HTML, и можно было сделать действительно проще. Но так, конечно же, нагляднее. Один документ, второй документ, третий документ, все вложено друг в друга. И, повторюсь, я поражен, что это работает. Ну и самая дичь, конечно, то, что для отступа используется пустой фрейм. Но это единственная возможность добавить какой-то отступ внутри фреймсета. Несмотря на то, что это полная дичь, технология устарела, не рекомендована. Она по-прежнему работает во всех браузерах. То есть, у меня это работает в Firefox, в Chrome и в Safari. В Safari есть проблема. Там фон белый остается, и я не смог найти способ убрать белый фон то ли у фреймсета, то ли у фрейма, то ли у айфрейма. Я не знаю, где он, я так и не смог его нащупать. Давайте посмотрим. Смотрите. Слева Chrome, и страница frames HTML здесь, и frames здесь. И вот видите, этот белый фон. И я весь браузер обтыкал. Я не понял, где этот фон задается и где его можно отменить. Если вы найдете, ну, вы сделаете этот дикий способ чуть менее диким, но по-прежнему он останется довольно-таки неадекватным. Ну что, теперь у вас есть целых 11 способов, 6 из которых адекватные, 5 из которых вообще неадекватные. Поставить два блока рядом. Какой из этого можно сделать вывод? Ну, наверное, то, что CSS, HTML, SVG и вот эти вот все технологии, они очень разнообразны. И, во-первых, вы знаете теперь больше одного способа поставить блоки рядом. А, во-вторых, вы теперь понимаете, что у одной задачи может быть несколько решений. И каждое решение может подходить для своей ситуации. А еще вы кое-что новое узнали про HTML, CSS, SVG. И эти все игры, пусть даже абсолютно спортивные и бесполезные в работе, когда-нибудь нет-нет допригодятся. Может быть, на собеседование, когда вы будете отвечать на вопросы. Может быть, на собеседование, когда вы будете задавать вопросы. В общем, в любом случае, кажется, это было полезно. Как минимум для меня. Для вас наверняка тоже. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны. Огромное им спасибо. Если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма месяц позволит нам стать ближе. Вы можете попасть в закрытый чатик, получить от меня письма, наклейки или просто сказать спасибо. Если вам и так нормально, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и давайте обсудим в комментариях, может быть, у вас есть еще десяток других способов. Ну или хотя бы один, который соответствует всем требованиям и позволяет поставить блоки рядом. И вообще, адекватно ли это занятие, тратить время на такое? Или, может быть, я потратил свое и ваше время впустую? В общем, давайте обсудим, есть ли смысл в этих спортивных состязаниях. И какие вопросы нужно задавать на собеседованиях, может быть. В общем, давайте поговорим. И увидимся в следующем видео. Пока!